Пару месяцев назад мне написали из офиса Резинпро и предложили разработать мои артборды, именные заготовки под часы. И тут у меня просто мозг взорвался, что, какие заготовки, что я хочу. Мы решили, что попробовать, как получится, какие вырезать нужные элементы. Естественно, я заказала китов, естественно, я заказала что-то с историей морской. И я вот эту картину давно хотела нарисовать и даже не представляла, что ее можно сделать часами. А так как ребята написали, что сделают любую вырезку, какую я нарисую, с моим логотипом, который распечатан внутри, и я приступила к работе. Получила посылку и сразу же достала все свои краски, акрилы. Сначала хотела прорисовать маслом, потому что вот такую работу очень круто делать на масле, прорисовывать именно тоненькие прожилки. Но масло сохнет долго, а я же хочу перекрыть эпоксидной смолой и еще не одним слоем, поэтому я решила все-таки сделать акрилом. Сейчас делаю подмаленовок. Не грунтовала основу, хотя ее нужно загрунтовать. Если вы будете использовать ДСПшную основу, лучше ее загрунтуйте, потому что акрил впитается в первый слой. Я это знаю, наношу сухой акрил без воды. Если на этом этапе добавлять воду, то будут проплешины, и акрил будет ложиться неровно и неплотно. Самое главное плотно, чтобы был цвет, чтобы картина была яркая. Но я также еще знаю, что когда я буду перекрывать работу эпоксидной смолой, то она, знаете как, она пропитывает и дает еще более яркий цвет. Поэтому я не стараюсь делать прям вот на максимуме акрил. Я все равно его наношу такими более приглушенными пятнами, более приглушенными оттенками. Я разработала рисунок, прорисовала его на планшете, точно прорисовала, какие будут потеки и как будут идти. Это в любом случае облегчает работу. Поэтому вы всегда тоже заготовки делаете заранее. То есть визуал свой либо распечатываете, либо открываете на планшете, либо на экране телефона, если не записываете урок. Вам это будет проще. Но лучше распечатать, чтобы прям максимально видеть прожилистость картины и чтобы взять в руки. Потому что все равно на планшете тяжело работать. Ты держишь палитру и планшет в одной руке и рука устает. А если большая работа, то ты достаточно долго рисуешь и у тебя просто под конец рука будет отваливаться. В этой работе использую две кисти. Плоскую, узкую и широкую, плоскую с круглым краем. Кисть с ворсом белочки и акрил плотный, художественный. И еще раз повторю, не разбавляю водой. Вы видите, здесь нет воды. Чисто только акрилом. И я решила прорисовать глаз с бликом. Потому что мне кажется, и это вообще такой, знаете, лайфхак для тех, кто не считает себя серьезным художником и еще сомневается в своем профессионализме, лучше выбирайте, если вы будете рисовать глаза с бликом. Потому что блик — это, знаете, это все наше. Это то, что сделает ваш глаз живым, даже если вы не умеете рисовать, даже если вы не чувствуете переход. Потому что глаз все равно очень сложный, очень детальный, очень с большим количеством прожилок. Даже если вы его будете абстрактно прорисовывать, все равно требуется детализация большая. А вот если вы прорисуете его с бликом, блик перекроет все внимание на себя, и вам не нужно будет, знаете, добавлять реалистичных прорисовок, каких вы не умеете делать, например, на начальном этапе. Поэтому я всегда... Ну и плюс, блик дает такую живость глаза, знаете, как будто вот он с такой... с искринкой какой-то. И следующую работу, у меня поменьше есть глаз, я нарисую без блика. И сравним, как получится, как нравится кому больше. Естественно, я еще знаю, что когда я буду перекрывать эпоксидной смолой, смола даст свой блик. И такая работа, она, конечно, должна висеть не в прямых солнечных лучах, потому что в этой работе будет все отражаться. И ваш рисунок, который вы сделали, блик, будет еще добавлять еще сотни отражений, которые будут напротив окна стоять или напротив света. Поэтому такая работа должна висеть где-то, ну, в стороне, чтобы свет на нее сильно не попадал. Потому что она будет бликовать и она будет зеркально отображаться, потому что смола дает такой гладь, знаете, гладь стеклянно-зеркальную. Но я обязательно хочу покрыть, хотя это усложнит работу, обязательно хочу покрыть, потому что смола даст линзу и смола даст живой цвет. Даст акрилу, знаете, как второе дыхание. И, ребят, когда мы работаем с акрилом, при высыхании он выделяет такую легкую жирную пленку. Если вы сразу будете перекрывать смолой живой, то она просто ляжет проплешинами. Дайте смоле постоять, пусть она наберется вязкости. И саму работу протрите мыльной тряпочкой, но только когда она высохла, а не сразу, да, когда краска высохла, протрите мыльной тряпочкой, она уберет эту пленочку и смола ляжет ровно, без проплешин. И тадам! Глазище, да? Глазище, да?